Вкусные, нежные, ленивые вареники, не забитые мукой. При этом они не развариваются и хорошо держат форму. Именно так мы с вами их и научимся готовить. Творог для ленивых вареников выбираем жирностью 5-9%. Желательно, чтобы он был посуше, не был слишком влажным. Вот посмотрите, допустим, как у меня. При надавливании на творог сыворотка практически не выделяется. Если же у вас творог влажный, его лучше предварительно откинуть на сито, либо на марлю и слегка отжать, чтобы ушла лишняя сыворотка. Если этого не сделать, придется добавлять больше муки или манки. В творог добавляем щепотку соли. Сразу же отправляем сюда сахар. Я готовлю сегодня на 500 грамм творога, чтобы вареники приготовить, сварить сразу же и еще заморозить. Добавляем сахар. Я добавляю 3 столовые ложки. Но если вы любите менее сладкое, либо вам сладкое нельзя, то добавляйте сахара меньше, либо делайте вообще без сахара вареники. На 500 грамм творога вбиваю одно яйцо. Такой момент. Если творог у вас с крупными зернами, а вы не любите ощущение зернистости, так сказать, в варениках, тогда предварительно протрите его через сито, либо пробейте погружным блендером. Я же как поступаю? Я сейчас возьму толкушку для картофеля, либо на этом этапе можно пробить все погружным блендером. Я воспользуюсь толкушкой для картофеля. И вот это вот все вот таким вот образом просто разминаю, чтобы зерна творога стали меньше. Далее в тесто будем добавлять просеянную муку. И на 500 грамм творога я добавляю 120 грамм муки. Это 5 столовых ложек с горкой. Можно вместо муки добавить манку, но манки нужно добавлять меньше. То есть на 500 грамм творога 3 столовые ложки манки с горкой. Если будете добавлять манку, тогда нужно будет дать тесту полежать хотя бы 1 час, чтобы манка набухла. Можно добавить и манку, и муку. Итак, отправляем муку в тесто. И все это хорошо перемешиваем. И посмотрим, какая получится консистенция. Иногда так получается, что нужно добавить чуточку больше муки, если творог у вас все-таки влажный и в нем много сыворотки. Поэтому я и говорю, если творог у вас влажный, то нужно его предварительно отжать, чтобы удалить сыворотку. Тогда нужно будет добавлять меньше муки. Теперь все перекладываем на рабочую поверхность и замешиваем тесто. Замешиваем в принципе недолго, так чтобы все собралось в один комок и тесто стало более-менее однородным. От этого количества муки вполне достаточно. Больше и не нужно. Посмотрите, какое в итоге получается тесто. С этим количеством муки оно получается идеальное. Очень мягенькое, практически не липнет к рукам. И вареники тоже получатся мягкими, нежными и не резиновыми. Если располагаете временем, лучше накрыть тесто пищевой пленкой, либо убрать его в мешочек и оставить его отдохнуть на 10 минут. За это время мука набухнет и заберет в себя лишнюю влагу. Я это уже сделала. Теперь сразу же ставим воду на огонь, чтобы сварить вареники. И будем их формировать. На рабочую поверхность, присыпанную мукой, выкладываем тесто. Делим его для удобства на две части, чтобы нам было удобнее с ним работать. Каждую из частей раскатываем в жгут. Жгут достаточно тонкий. Я сейчас раскатаю и покажу вам. Вареника можно придавать разную форму. Можно делать их покрупнее, можно помельче. Можно делать их вот таким вот образом. Отщипываете кусочек и прижимаете слегка. Получается вот такой вот вареник. Я люблю, знаете как делать? Вот так. Берем и по диагонали. Чаще всего я делаю их именно такими. Первую часть вареников я заморожу, чтобы экономить время с утра и быстренько их варить утром. Как я это делаю? Выкладываю на противень. Противень застилаю либо пергаментной бумагой, либо просто присыпаю его мукой. Либо для надежности, вот как сейчас я сделала. И выложила пергаментную бумагу и присыпала ее мукой. Выкладываем на противень вареники на расстоянии друг от друга, чтобы они не прилипали друг к другу. И вот в таком виде отправляем в морозилку. Быстренько их там заморозим. Вот посмотрите, вареники подморозились. Ничего друг к другу не прилипает, потому что мы их и на расстоянии выкладывали. Вот так, теперь отправляем их в мешочек или в контейнер складываем и в морозилку. Вынимаем по мере необходимости и готовим. Предварительно перед готовкой размораживать вареники не нужно. Вода закипела, обязательно ее подсаливаем. Добавляю соль. В кипящую воду отправляем вареники. Отправляем их немного, потому что вареники в процессе варки будут увеличиваться в объеме. Закладываем. После того, как вареники всплывут, варим их 4-5 минут. Посмотрите, 4 минуты варятся вареники. Они хорошо держат форму, ничего не развалилось. Соду, кстати, я в вареники не добавляю. Да, если ее добавить, они будут более воздушные, но тогда они будут разваливаться в процессе варки. Конечно же, при подаче добавляем кусочек сливочного масла. Подаем со сливочным маслом, со сметаной, можно с вареньем вашим любимым, с клубничным, с вишневым. Очень вкусно будет. Я вам хочу показать, насколько вареники получаются нежные. Смотрите, они легко разламываются вилочкой. Не нужно забивать их мукой ни в коем случае. Тогда они получатся у вас вот такие вкусные, нежные и аппетитные. Обязательно приготовьте ленивые вареники по этому рецепту. Я уверена, что у вас все получится. И, кстати, их можно готовить с различной начинкой. Допустим, завернуть внутрь вишню или лесную клубнику. Будет очень вкусно. Можно сделать их не сладкими, например, сырными. В качестве бонуса я приложу вам рецепт сырных ленивых вареников. Ну, а мы с вами переходим к следующему рецепту. Спасибо.